Книга «Открытым оком», 15-й том. Тема «Потеряевка». Вопрос, 3019. Вы строго запрещаете звать к себе кого бы то ни было. А не будете ли виновны перед Богом, так как кто-то, может, уже давно готов был влиться в вашу общину, а вы своей чрезмерной скромностью и закрытостью лишили человека этой возможности? Отвечает Игнатий Тихонич Ларкин. Может быть и случится так, но мы ведь, но мы же ведь не молчим, мы говорим людям о Христе, и кто в дальнейшем заинтересуется, мы ему после тщательной проверки разрешим один раз побывать у нас. Пришла к Богу. Фраза не совсем правильная и точная. Может, другие пришли, но я не шла. Я ползла, обдирая сердце и гордыню. Карабкалась жутким страхом, который последовал меня с самого детства. Мама родила меня в 19 лет, а отец с фронта не пришел. Я ей очень мешала, она меня не любила, поэтому воспитывала меня моя бабушка Яранцева Анна Александровна. Анна Александровна, строгая, неулыбчивая, даже суровая, держала меня в ежовых рукавицах и в то же время любила меня. Пить не пила, но постоянно пугала Богом. Разговор о Боге не вела, боялась. Если кто услышит, то донесут и маму выгонят с работы. Потерять работу все боялись. Сама бабушка в тихушку от нас молилась, и иконы у нее были. Она очень любила Богородицу Николая Угодника и всегда мне советовала молиться им, когда сильно тяжело. Мне было лет пять, когда я услышала одну фразу от бабушкиной подруги. Она сказала, знаешь, Анна, если Тамара, моя мама Римку, не любит, то и Бог ее не любит. На меня сильно подействовало. Не то, что Бог меня не любит. А то, что я даже матери не нужна, так и жила, как щенок под столом. Вспомнить нечего. Выросла, окончила школу, пошла работать. Жили мы с бабушкой в Томске. Недалеко от нас стоял храм Божий. Беленький, чистенький, красивый. Я всегда любовалась им. И сильно, и было сильное желание зайти в него, но я боялась, что Бог меня туда не пустит. Я же не крещеная, и Бог меня не любит с детства. Это я помнила и жила все время с жутким страхом в груди. Думала, вдруг умру. Как я предстану перед Господом? А потом думаю, я же не крещеная. Кто меня допустит в Богу? Меня сразу бросит в огненное озеро. И никто не догадался рассказать, что это заблуждение. Вышла замуж, родились дети. Какого мужа просила, такого Господь и дал. Без молитв просила Господа помочь в той или иной беде, и он помогал. Я это чувствовала и видела. В 1981 году у нас утонул сын Юра. Он работал мотористом на танкере. Возили керосин в Александрово, Томская область. Мы уже жили в Барнауле, и Юра окончил речное училище. И тут я сорвалась. Я ревела по нему три года до изнеможения. Бедный Валера замучился со мной. Уговаривал, не дневи Бога, Рима. Успокойся на все воля Божия. Я его не слышала, не слушала. Наоборот, кричала криком, что он сына не любит, и забыл быстро. Я такого человека обижала. За мной это горечь мне в аду. Кое-как пришла в себя. В 1992 году моя мама решила покрестить своего правнука, Бодрикова Лешу. Он у вас был в лагере и приятно, в кавычках, отличился. Я ее отговаривать начала. Говорю, зачем так рано крестить? Ему всего пять лет. Она мне в ответ. А что ждать, когда утонет, как твой Юрка, или поврет? Не чувствую же с собой вины. Вся семья некрещенная. Что делать? Мама мне говорит. Покрести Лешу, и сама заодно прокрестишься. Но ведь перед этим нужно покаяться пред Богом за свои грехи. Повела она меня в храм Александра Невского. Его только выстроили. Еле на кольцо забралась. Не пускает что-то или кто-то. Пересилила себя. Вошли. Купили свечки. Поставили за упокой родным. А одну свечку поставили в Духу Святому. В центре храма. Подошла я к окону Иисуса Христа. Рухнула на колени. В самом прямом смысле. И заревела. Ревела и рассказывала ему всю свою жизнь. Все, что натворила, что мучила, все полилось, как из поганого ведра. Мама умница ушла в другой предел. Села на скамейку и терпеливо ждала. Я наревелась за изнеможение. Не было сил встать. Господи, как мне было хорошо в этот момент. Я стояла на колени и подумала. Вот бы умереть сейчас, как бы хорошо. Было бы хорошо. Как бы было хорошо. Не умерла. С трудом встала и не узнала храма. Как было все красиво. Какая мама у меня красивая. Нужно идти домой. А я не хочу. Боюсь выйти на улицу. Думаю, выйду из храма. И опять страх. Скует все внутри. После этого покаяния я зачистила храм к кресту. У нас в храме Христос икона его была в полный рост. Выполнен мозаикой. Такая красивая и такая родная икона. Я могла часами стоять и смотреть на него. Покрестили Лешу по кроссовскому соборе зимой. Старенький батюшка седой. Выстроил всех полукругом. Всех обильно помазал водичкой. Надел крестик и прочитал молитвы. Распустил всех со своятием. Почему-то после крещения было очень противно на душе. Как будто что-то потеряло. Маме сказала об этом. Она меня успокоила. Это пройдет. Потерпи. Не прошло до того времени, пока я не услышала по радио Гнатия Тихоновича Лапкина. Я в это время работала сторожем в УПЦК Барнаустроя. И однажды перед концом дежурства включила радио послушать погоду. А там какой-то дяденька рассказывал о страшном суде и что нас ожидает неверующих и некрещенных. Вот где я испытала настоящий страх. Оказывается, я некрещенная вовсе. И такая же грешница, как была раньше. Голосы шевелились на голове. Под впечатлением ходила целую неделю, как пришибленная. Еле дождалась следующей передачи радиостанции Роса. Тема была другая и не менее интересная. Теперь слушала вся контора. Я сама включала радио, где были радиоприемники. И советовала послушать внимательно. Мама слушала дома. Мы потом с ней делились впечатлениями. Когда я пошла на пенсию в 1995 году, мы купили плачом земли во Власихе. Садить картошку. И по соседству жила лето тетя Шура с дядей Ваней Чернявским. Это происходило в одно и то же время. Я видела, что в субботу тетя Шура нарядные, длинные юбки с дедушкой куда-то спешили. И я говорила мужу, вон тетя Шура с дядей Ваней потопали к попам. Он меня ругал за такие слова. Не кощунствуй, мать, тормози язык, пожалеешь. И вот однажды под вечер тетя Шура пришла по какому-то кустяку ко мне и говорит, а почему ты, Римма, не ходишь в храм в воскресенье? На что я дерзко ответила. Не люблю я тетя Шура твоих попов, обманщики лукавые. Вот я слышала по радио дяденьку одного Лапкина. Лапкин, звать не знаю как. Вот к нему я бы пошла. Но он не выступает больше по радио. Я звонила в редакцию Росы. Мне Павел Лазовой сказал, что Лапкин не выступает больше. Кончились темы для проповедей. Тетя Шура хитро так улыбнулась, подоклонила голову на бок и говорит, так я к нему и хожу. Если бы меня ударили мешком из-за угла по голове, был бы не такой. И от удивления глаза вытарошили с чего-то. И чуть ли не закричала тетя Шуре. Что же ты молчала? Я его ищу, а ты помалкиваешь, как партизан. Она говорит, ты и не спрашивала, я и не говорила. Рассказала о занятиях в политехе. Пригласила пойти с ней. С занятиями сразу не получилось. График работы неудобный был. Я наступала на дежурство в 5 вечера до 8 утра. Через 2 дня систематически ходить не получалось. А как попало, я не хотела. В 2000 году весной у меня заболел муж. Валерий Иванович, рак желудка. Уволились мы с ним с работы. Начали лечиться по-всякому. И я осенью пришла на занятия. И впечатления занятия не опишешь. Это надо пережить. Мне очень понравился коллектив. Татьяну Кузьмевичу, Наташу, Галю Загуляеву. Я влюбилась сразу без всяких слов. Но как мне не понравилась правда, которая Игнатий Тихович не стал мне по гордой моей борде. Я-то думала, что я хорошая, пригожая. А на самом-то деле, по мне давно ад плачет. Ломала себя со скрипом и треском. Но я знала точно, что мне это на пользу. Чтобы был толк, надо бить маленьких ремнем, больших словом. Душа моя разрывалась на части. Дома умирает любимый муж. А на занятиях Игнатий Тихович говорит, «Ничего, смирись, Бог дал и Бог заберет». Я с этим никак не хотела согласиться. Я всю жизнь мечтала раньше мужа умереть, но Господь распродился по-своему. Я недостойна оказалась такой благодати. После одного из занятий я попросила у тети Шуры в общину, спросили у Игнатия Тиховича разрешение, и он позволил прийти посмотреть, понравится, останешься. Не понравится, гуляй на все четыре стороны. Пришла, как в иностранное государство. Поразили строгость, порядок, чистота, доброта, забота. Сильно мне понравилась и испугалась. Я хоть и не разболтанная была, но эти рамки, уставы испугали меня. Мне показалось, что эта тюрьма, но добровольная, стала внимательна наблюдать за всеми. Нет, не похоже, что они заключенные. Ладно, останутся. Может, приживут, лишь бы не выгнали. Написала заявление о вступлении в общину. Затем заявление на крещение. И когда стала оглашенной, успокоилась душевно. Моя подруга Валентина Павловна Лейхнер, видя, что меня куда-то занесло, в кавычках, сильно запереживала. Давай пытать Валеру моего. Куда рима ходит? В какую секту? Что за занятие? Он как мог успокоил ее. И мне удалось уговорить ее пойти на занятия в институт. На первом занятии она сидела, разненув рот и слушала. По-моему, всем телом, а не ушами. Когда вышла на улицу, она наступила, задумалась. Я даже боялась спросить ее, понравилось ли мне. Дошли до остановки. Я в нее спрашиваю. Валюша, тебе не понравились занятия? Она как скрипит мне в голову и говорит. Ты что? Разве такое? Может, не понравится. Я окончила два института, но такого лектора, как ваш, лапки, сроду не слышала, убил, убил, наповал своим интеллектом. Их она ходила на занятия зиму 2000 года и весну 2001 года, потом перерыв на лето. Летом я принимала крещение и, по-моему, поспешила. Ум и сердце были заняты умирающим мужем. Я ходила, слушала, что-то делала, а мысли мои, а мысли были о нем. Осенью 2001 года Валерий Иванович умер. В это же время попадает в больницу городскую Валюша моя. Удалили ей желчный пузырь, завитый камнями. Выписалась, побыла дома две недели, случился у нее обширный инфаркт. Пролежала она в картеоцентре 20 дней и умерла. Мучилась, пока легкие кровью не заполнились. Мы с Артуром ее мужем по очереди дежурили у нее. 7 января, последняя ночь перед смертью, я у нее была, молила Бога, Царицу Небесную Матушку, всех святых, чтобы облегчили ее страдания. Я уже видела, что моя любимая подруга, старинная. Мы знакомы с 1958 года вместе работали в Томске на почтовом ящике. 46 умирает. Я не помню, как я пережила эту ночь. Утром вызвала Артура к ней и поехала на работу. 8 января в 10 часов утра Валюша моя умерла. Пережила Валеру моего на два месяца. В феврале 24 числа умерла Надежда Павловна. Сильно я привязалась к этой сестре. Все в ней нравилось. Жалко, что мы с ней, мало мы с ней пообщались. За все время, проведенное в общине, я видела большую заботу обо мне, прямо-таки родственную. Не успела мужа с подругой похоронить. Господь посылает мне болезнь. Попала в краевую больницу по ходатайству брата Виктора Андреевича Яковлева. Низкий ему поклон. Как меня выхаживали сестры. Мне это не могло даже присниться. Я поистине была счастлива и очень благодарна всем за все. Господь отнял мужа и дал взамен общину. Никогда не забуду беседу в поезде после крещения Игоря Третьякова. Господи, какой умница. Как доходчиво по-доброму наставлял меня. Я ему очень благодарна. Очень люблю Леву Пальгуева за спокойный нрав. Мне очень нравилось его чтение в Салтире. Игнатий Тихонович всегда ему выговаривал за то, что легкий не надрывает. Мнения разошлись. Благодарю Бога за то, что я встретила Игнатия Тихоновича. Боюсь я его страшно. И люблю его как наставника. Рентген он наш. Спаси Господи и помилуй всю нашу общину. Не дай нам разбрестись в разные стороны. Низкий вам поклон, Игнатий Тихонович. Низкий поклон батюшке нашему Иоакиму. Низкий поклон братьям наши. Низкий поклон сестрам дорогие. Спаси Христос всех нас во славу твою. Тверева Маргарита Яранцева Римма Александровна. Телефон 414073. Салтир 19.5. Горе мне, что я пребываю у Мосоха. Живу в Шатровке Дарске. Изякиль 16.6. И проходил я мимо тебя. И увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих. И сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Часы мои не первые стоят. Завод закончился и села батарейка. Поломанных будильников две дюжины подряд. Умелый мастер только их согреет. А сердце стукатит десятки лет, Не требуя ремонтов капитальных. Оно и храм, а может даже хлеб, Когда немлит горю близких дальних. В мистификации их привычном не найти. Все так и есть, качает кровь по жилам И реагирует на все, что есть в пути. Все неподъемнее вчерашнему по силам. Какой бы ночь приятной ни была, Хотя бы надрывался целый день. Оно пылает, не сгорит дотла, И заморозить может только лень. Приступно не расслышать боль в груди, Завесу с глаз не сдернуть торопливо, И глухота нам может навредить, Когда чужую боль пропустим мимо, Как будто сердце только часть меня. На самом деле это я и есть. Мой часовщик сумеет поменять Его не в вечности лишь, Но сегодня здесь, И сердце каменное превратится В плод сквозь клапаны, Расслышит стук Иисуса. Князья посадит прямо из холоп, Конечно, если не чужого впустит, Кружина главное желание спастись И быть с Христом, Любовью обуянным, Суметь бы Библию всю до конца вместить, И верить искренне, Без ересей, изъянов, Кровь греет платье И рукопожатием. И круглосуточно нас тянет обниматься, И гористично я приходится ужаться, Проводит нас по сердцу, Не по платью. 18 февраля 2006 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин